здрасте всем друзья привет уленьки у нас продолжается золотой колос на 19 ферме и знаете что мы будем делать конечно же работа на полях в общем то сейчас друзья у нас ездит фиатик трудится со всей силы и пашет поле поле он пашет большое ну как относительно большое 32 поле есть контракт на пахоту за него платят немало денег ну как по нынешним меркам немало поэтому он пашет правда делать это он будет очень долго и у меня сейчас просто небольшое такое вот включение потому что я щас пойду монтировать другой ролик а он пускай катается вот так вот да еще друзья у нас прошел стримец и на этом стриме мы тоже делали контракты там соответственно мы взяли контракт на культирую мотивацию вот этого 36 поля а также какие-то поля мы удобряли 24 точно помню удобряли 29 удобряли 34 вроде удобряли короче брали мы контракты на удобрение у нас их вообще 6 заданий уже выполнено чё-то я про что-то я забыл а еще там самолетиком и кое-что удобрили но это не важно у нас на балансе есть уже 55 тысяч короче мы немножко подзаработали и надо продолжать в том же духе только вот нету контрактов на уборку почему-то не знаю почему я хочу сказать друзья запись этой серии будет очень долгой потому что надо надо собирать много денег может быть мы еще один стрим проведем но вообще я сейчас скорее всего за кадром может быть какие-то вставочки вам оставлю конечно скорее всего за кадром и плюс еще завтра пока я пойду на работу буду ставить короче валеронов steam remote play да замечательная такая штука есть в общем-то буду ставить валерончиков они будут тут сеять пахать и так далее развлекаться в общем-то когда я следующий раз вернусь скорее всего у нас уже будет довольно таки много денег правда техника будет вся изношенная скорее всего не знаю посмотрим если что кстати можно крузака продать будет он нам сильно то и не нужен так что как-то так кто-то скажет нахрена ты сам себе жизнь портишь мол брал деньги можно было бы уже начать с полей а вот не знаю что-то мне вот так вот захотелось я люблю себе сам жизнь портить и у нас тут еще по контрактам то есть все на посев кстати можно и на посев взять контракт он хлопок надо посеять у нас есть сажалка здесь контракт тоже довольно таки долгим единственный в нем косяк конечно это то что семена сами падлы пополняться то не будут даже по курс-плею даже по автодрайву потому что то хотя с другой стороны можно привести кучу поддонов семенами короче я этого челика сейчас наверно тоже поставлю почему бы и нет 31 поле давайте тоже примем контракт этого валерона тоже зарядим сеять в общем то друзья этот валерончик у нас тоже пошел работать единственный косяк бункер у него капец какой маленький 360 литров и заканчивается он очень быстро то есть ему пополняться придется ездить капец как много раз но я думаю что имеет смысл тогда купить просто пару поддонов семенами и поставите где-нибудь вот здесь рядом ну и соответственно маршрутом прописать чтобы он ездил пополняться сюда единственным не на чем их перевести да и супер силы у меня кстати тоже нету ладно возьмем два поддона сдынь-бздынь и бздынь опускай так будет и в общем то я ему маршрут пропишу через вот эти поддоны и он сможет здесь пополняться так что все нормально все будет работать что друзья встретимся уже когда будет сколько-то денежков наверно потому что этим ребятам пахать тут вообще очень долго четыре с половиной часа он еще тут будет кататься кошмар мне благо есть чем позаниматься в это время а еще ему будут потом мешать деревья но с этим я разберусь как-нибудь на этот справиться за два часа но он будет намного больше времени тратить на пополнение 1 в общем-то цены работают денежки мутятся и так друзья новый день у нас уже утро а наши трактора работают не покладая рук их здесь нету и короче кто чем занимается 5-ик наш пашет 39 поле и знаете что он уже падла намотал 113 километров даже почти 114 короче много и работать ему там еще и работать а вот фэнд наш он культивирует пятое поле тут простой контрактик всего лишь 2000 за него дадут за вспашку дадут много но там правда ему и работать много и значится друзья какие у нас новости по поводу контрактов кто смотрел стрим тот знает о том что существует некая проблема у меня что я не нашел контрактов на уборку а ведь я их так люблю а их нету они мне не попадаются и в общем-то как-то ночью с ней зашло на меня озарение почему это так происходит я выкатил свою теорию разработчикам и да она потом подтвердилась в общем-то эту проблему решат правда не сегодня и скорее всего даже не завтра но контракты на уборку скорее всего появятся ведь они такие классные что просто капец ну и та же самая история у нас с покосом травы потому что на 25 поле по моему вот на этом растет травка да видите здесь растет травка и ее тоже косить нельзя а косить траву это же классно поэтому вот так а тут засеяна посевная редька ничего себе зачем ее засеяли здесь ладно пофигу на самом деле почему меня это волнует потому что я хочу купить это поле но перед этим еще один разговорчик такой я значится в прошлой серии говорил о том что запустил опросик по поводу соломы мол на уборке полей воровать солому чужую это читерство или не читерство и на сегодня вот на данную минуту 81 процент голосов почти 800 человек проголосовала считает что это не читерство нихрена и поэтому можно воровать солому но было много недовольных мол как же ты собираешься это делать нельзя я проверял у меня ничего не полечилось да так тоже писали так вот друзья есть замечательный мод называется он коллект стро от мишинс в гугле просто вводите вот эту вот хреновину находите этот мод если он вам нужен короче ставите его и все на контрактных полях можно воровать солому ну и в общем то это не читерство но по крайней мере по мнению зрителей я же все делают для зрителей вы же знаете поэтому этот мод если поставил но пока что он абсолютно бесполезен потому что контрактов на уборку пока нету надеюсь следующей серии они уже появятся потому что хочу комбайном убирать поля еще можно здесь искупаться и поплавать реку вплавь она кстати тут вода не очень чистая надо будет обязательно принять душ короче говоря чем будем дальше делать я вот все пешкодралом иду домой не знаю почему но хочется пешкодралом нас на часах 7 42 утра значит скоро откроется риэлторское агентство и мне она надо перед этим надо собрать пару монеток потому что есть вероятность что они мне сейчас понадобятся лояльностью тут тоже проблем потому что сраная 18 ферма вот я помню просто 60 монетка лежала я перезапускал друзья сейф пришлось есть эти вероятность что еще раз придется когда-нибудь это делать но ничего весь этот процесс который у нас есть прогресс мы сохраним так вот риэлторское агентство откроется через 17 минут у нас есть 309 тысяч денег и пора мне кажется покупать новое поле точнее не новое просто поле первое которое у нас будет мне есть крузак а я хожу пешком представляете на самом деле это просто утренняя пробежка потому что хочу быть здоровым и сильным поэтому надо бегать по утрам ночью в общем-то ждем наступление 8 часов утра правда разумеется мы перемотаем время и встречаемся с вами в риэлторском агентстве 7 59 утра скоро ребята откроются а я вот уже уже поджидаю их что поделать не мы такие жизнь такая он куда чили ходят все на работу уже идут ларьки открыты сигареты продаются вроде что нельзя сейчас нынче чтобы сигареты были вот так вот на витрине но по крайней мере у нас стране точно нельзя раньше было можно да все прилавки были только этим и заставлены 8 утра стрельного в общем-то риэлторское агентство я уже говорил я хочу начать с полей которые у нас принципе раньше были 6 и 7 6 нам пока что не по карману за седьмое тоже владелец может залупиться по поводу денег у нас есть 242 тысячи но этого вот должно хватить лояльность друзья пока что пока что с лояльностью тяжело скорее всего даже ее выпилят не факт пока что но возможно а в общем-то решают что с этим делать короче говоря мы делаем запрос запрос сделайся пожалуйста спасибо агент связался с владельцем ожидайте ответа и мы отсюда уходим и ожидаем ответа за это время у нас там наверное может быть до пашется до культивируется и будет какой-нибудь очередное веселье а можно пасть пока пойти в бар и и по пиву да и так друзья у нас тут 1222 и случился небольшой фейл нам пришел ответ от агента по недвижимости 4 минуты назад и общем-то у меня закончилось место на диске этот фрагмент не записался но он там в общем то залупил цену в 350 тысяч почти и разумеется я не смог его купить и нет возможности выйти из меню и знаю что нибудь продать взять кредит или еще что-нибудь такое потому что можно было бы продать грузака ну короче я сделал повторный запрос опять-таки второй раз думаю может товарищ анастасов станислав жалуется надо мной и и все-таки продаст мне поле хочу поле просто понимаете но в общем то мы сейчас опять ждем с моря погоды до аллилуйя друзья только что пришел ответ на запрос 1736 уже и знаете на всякий случай мы возьмем кредит я думаю столько вот хватит морить сколько я денег ст и заработал за последние два дня на контрактах а такое другое я вот в душе не знаю а еще вот столько вот денег мы потратили на удобрение но это окупилась с лихвой ладно в любом случае погнали узнаем правду поле номер 7 смотреть и владелец не хочет продавать имущество мы можем конечно нажать сделку с монетами и он 6 монет просит охренеть а чё так много то обычно штамм 34 ну ладно в любом случае нажимаем да и у нас запрос отправлен и мне кажется что это у нас решится далеко не сегодня потому что в 6 часов агентство закроется и до ответа не пришло агентство закрылась единственное что еще мне интересно запрос отправлен то есть запрос остался отправленным после закрытия и утром мы его посмотрим значит друзья утром мы и встречаемся когда придет ответ на наш запрос и как ни странно друзья ответ пришел ровно в 8 утра ладно погнали смотреть что-то меняет это анастасов станислав калит начинает от самого начала игры мне кажется с нами с ним будут у нас проблемы какие-то ладно поле номер 7 смотрим и за 255 тысяч его покупаем и за монеты разумеется мы его берем и друзья у нас теперь есть поле а еще надо вернуть кредит потому что я заплатил 2000 за проценты из-за того что у нас ночь эти деньги лежали это не круто эти 255 тысяч у нас в графе строительство это интересно ладно будем считать что это было строительство короче погнали посмотрим на наше поле а вот оно друзья наше поле и тут как мы видим растет кукурузка и она кстати уже даже созрела и возможно тут даже есть 26 кубов урожая но это не точно это поле ни разу не удобрялась и вот я честно говоря не знаю типа если она созрела можно ли его сейчас удобрить и будет ли из-за этого больше урожая можете ребята об этом черкануть в комментариях кстати если знаете только без догадок вот кто точно знает пожалуйста да в общем то можно приниматься за уборку единственное нам нужно купить подходящую жатку для этого потому что мы купили только для зерна а вот такой вот початка собиратель и из комплекта идет трехметровый твою мать это же долго будет делаться початка собиратель идет только такой ну и ладно не суть важно короче говоря чем мы будем дальше делать дальше наша задача убрать это поле логично да и соответственно засеять купить жатку она стоит копейки 19000 у нас хватит плюс дальше будем продолжать упарываться друзья в контракте ки еще всякие разные интересные и у нас уже есть свое поле урожай мы этот соберем и продадим и сделаем это друзья с вами на стриме вероятнее всего в понедельник вечером но может получиться и в другой какой-нибудь день я короче еще об этом не знаю а еще друзья напишите в комментариях продавать ли крузак но типа нужен она вообще или нет понятно что он нам не нужен я на нем не буду ездить но нужен ли он нам как занимающее место вот такая вот машинка иногда я конечно на нем буду так знаете ли поролплею кататься но скорее нет чем до с него можно сейчас выручить около 100 тысяч соответственно это немножко ускорит появление поля нового да вот короче как то так друзья на этом мы с вами закончим не забывайте друзья про лайкусики комментарии пишите если вы еще не подписаны канал то обязательно подписывайтесь а если же друзья хотите смотреть ролики независимо от расписания вот по мере съемки монтажа то можете оформить дешевенькую спонсорку и плюс там еще некоторые закрытые трансляции иногда проходят на которых тоже можно как-то поболтать будет на этом друзья у меня все с вами был никита дилай всем друзья огромное спасибо за просмотр всем всего доброго пока пока